Здравствуйте, с вами Наталья Смирнова, ваш персональный финансовый советник. И сегодня мы поговорим про ETF. Если вы не знаете, что это такое, то следующее. По-русски это переводится как биржевой фонд, по-английски это звучит как exchange traded fund, ну то есть тоже торгуемый на бирже фонд, если дословно. Это иными словами инвестиционный фонд, чем-то похожий на наш пиф, паивый инвестиционный фонд, но он следует за определенным индексом, на какой-то базовый актив. Это может быть индекс S&P 500, это может быть базовый актив, там индекс на золото, это может быть индекс на серебро, это может быть индекс на акции крупнейших компаний развивающихся стран, или это может быть на китайский какой-то рынок индекс, ну и так далее, и так далее. Смысл, что там нет активного управления, то есть это фонд, который четко следует за каким-то индексом на какой-то актив. Вот, собственно, и все. И этот фонд можно купить на бирже, то есть он, собственно, там и торгуется. Чем он отличается от обычных пифов, которые многие из вас знают и которые давно на рынке существуют, на российском, по крайней мере. Дело в том, что, да, это, как и пиф, это фонд, то есть это не инвестиции в какую-то отдельную акцию или в конкретную облигацию. Это способ достаточно быстро за минимальные деньги получить готовый портфель из целого ряда ценных бумаг. То есть, если это ETF на индекс S&P 500, по сути, вы покупаете его, вы покупаете весь индекс S&P 500. Если вы хотите вложиться там в британский какой-то рынок, то вы покупаете ETF на британский индекс, например, акции, у вас портфель из акций крупнейших британских компаний и так далее, и так далее, и так далее. В чем отличие от пифов, например, на индекс МВБ или пифов на там какой-то американский рынок? Дело в том, что, поскольку ETF это биржевой фонд, то работая с ним, вы можете делать все то же самое, что вы можете делать с обычными ценными бумагами, которые торгуются на бирже. Иными словами, вы можете с паями, то есть вот с кусочками этого ETF, который вы покупаете, вы можете их покупать на заемные деньги, то есть вы можете брать у брокера кредит, чтобы их купить. Или, иными словами, вы, например, можете их шортить, то есть вы можете работать на понижение акций вот этих ETF, которые вы собираетесь купить, чего нельзя сделать с паями пифа. То есть вы не можете взять взаймы паи пифа, чтобы их продать, а потом откупить, когда они упадут. Это невозможное событие. С бумагами ETF вы можете делать все то же самое, что вы можете делать с обычными ценными бумагами, такими как акции, например. То есть это работа в короткую, когда рынок падает. Это вы можете их закладывать и под них брать деньги для того, чтобы осуществлять какие-то свои и другие операции на бирже. Например, закладывать паи пифов, ну это сложная ситуация. Поэтому здесь это неоспоримый плюс вариативность возможных операций, которые вы можете с ETF-ами делать. Это первое. Второе. В случае с ETF-ами здесь нет скидок и надбавок, то есть комиссии за вход и комиссию за выход раньше, например, чем через год, что бывает в пифах. Здесь, конечно, есть комиссия брокера за транзакцию, за покупку, за продажу, но она это не один или два процента за вход, за выход, как это бывает в случае с пифами. Конечно, с пифами может и не быть, но это часто бывает. Следующий момент. Порог входа в ETF-ы, он достаточно комфортный. И это может быть несколько тысяч рублей, если мы говорим в рублях, если мы говорим в долларах, в некоторых ETF-ы есть порог входа 20 долларов, в некоторых 5, в некоторых 100 долларов. Но это абсолютно такой инструмент, что называется, для всех, такой масс-маркет. Следующий момент. Здесь очень низкие комиссии за управление, потому что фонд, он следует за индексом, там нет активного управления. Поэтому, если мы говорим про ETF-ы, которые торгуются на зарубежных рынках, то очень часто там комиссии, которые берет управляющая компания, это 0,1%. Если мы говорим про пифы, то там очень часто 1,5-2, иногда даже больше процентов. Это комиссия, которая берет себе управляющая компания. Если мы говорим про вариативность ETF-ах, их достаточно много, вы можете через ETF взять практически любые возможные активы почти, которые только существуют. Когда ETF-ы в принципе появились? Вы знаете, первый ETF появился в 1990 году, и это была не Америка, это была Канада. Первый ETF появился на бирже Торонто. В 1993 году появился первый ETF в Америке, это довольно известный ETF, его тикер SPY, это ETF SPDR, спайдер управляющей компанией, на индекс S&P 500, ну очевидно. И наш ETF на российском рынке появился всего каких-то 20 лет спустя, в 2013 году, это ETF-ы компании FINEX. И вот 20 лет разрыв не так уж и много, не так уж и мало, то есть в общем-то в принципе это понятно, что наш рынок немножечко отстает от Америки. На американском рынке, чтобы покупать ETF-ы, вам нужен просто брокер, который имеет доступ на американский рынок. Это и множество наших российских брокеров, которые вас туда могут вывезти, и вы там выходите на американский рынок и покупаете там ETF-ы. Если вы хотите работать на российском рынке, то тогда любой российский рынок вам доступен и собственно через любого российского брокера, это понятно. Но на российском рынке доступно только отдельное количество ETF-ов, их немного, несколько десятков. Из них, ну да, некоторые активы можно взять только через один ETF, там на Китай. На нашем рынке не стоит вариант серии, а какой же ETF на Китай взять, ну у нас там один, или там один на золото, парочка на облигации, ну и так далее. С другой стороны, это хорошо, нет проблемы с выбором. Что касается, какой ETF брать за рубежом или на нашем рынке, здесь, ну нужно, конечно, сравнивать не только комиссии, не только пороги входа, не только доступную валюту, но еще и налогообложение. Потому что если вы инвестируете на зарубежных рынках, то у вас, соответственно, налогообложение идет по следующему принципу. Вы покупаете там актив в иностранной валюте, вы российский налоговый резидент, и у вас идет налогообложение с разницей между ценой, по которой вы продаете, между ценой, по которой вы купили, переведенной в рубли. И здесь есть риск налогу на курсовую разницу. Если вы покупаете ETF-ы на российском рынке, то здесь действует все то же самое, но есть три способа налоговой экономии. И это применимо только к тому, что вы покупаете только на российском рынке. То есть ETF-ы, покупаемые через российский рынок, они могут иметь и льготное налогообложение. В частности, если вы инвестируете в бумагу на российском рынке три года и более, это инвестиционный вычет. Вы можете переносить убытки прошлых лет на прибыль текущего года тоже на российском рынке. И вы можете инвестировать через индивидуальные инвестиционные счета, в том числе в ETF-ы на российском рынке, и уходить из-под налогообложения в принципе. Что недоступно для американского рынка, так что смотрите, что здесь будет лучше. Но ETF в любом случае могу сказать, что это реально классный инструмент, с помощью которого можно с небольших сумм брать и делать огромный диверсифицированный портфель. И это отличная история для того, чтобы инвестировать в том числе пассивно, знаете, по чуть-чуть регулярно, инвестировать в портфель из нескольких ETF-ов на самые разные страны. И это идеальный вариант инвестиций в какую-то страну или отрасль, где вы недостаточно хорошо знаете конкретных имитетов. У меня вот был случай. Вы помните выборы в Соединенных Штатах Америки, когда все думали, что будет Клинтон, а оказался в итоге Трамп. И мы с некоторыми клиентами сидели и ждали. Я им сказала, подождите, не надо заходить, а вдруг победит Трамп, и тогда может быть серьезная просадка. Причем даже не в Америке, а в Мексике, если победит Трамп, потому что все знают его страсть вот этой мексиканской стене. И вот у меня один клиент, у него собственный бизнес в ритейле. Он вывел специально крупную сумму и говорит, давай, маякни. Ну, собственно, мы вместе утром смотрим за результатами выборов, и мы понимаем, что побеждает Трамп. На что он мне начинает истерически звонить и говорит, так, Наташ, надо брать Мексику. Я там никого не знаю, у тебя есть кто-нибудь в Мексике, чтобы срочно кого-нибудь взять? Я говорю, у меня в Мексике никого нет, но у меня есть способ, как мы можем взять Мексику. Это ETF. Мы взяли очень оперативно ему в портфель ETF на Мексику, на мексиканские акции. Очень оперативно, мгновенно. Мы не тратили ни секунды времени для того, чтобы смотреть, а какого конкретно надо взять, потому что просело все. Мы взяли это, и буквально через квартал мы заработали, ну, в годовых, это какая-то сумасшедшая история, было больше ста годовых. Вышли из этого мексиканского ETF. С тех пор это его любимый инструмент. Когда где-то что-то рушится в Турции, или в ЮАР увольняется, или увольняют министра финансов, или в Италии объявляют, что дефицит на следующий год будет там колоссальным по сравнению с тем, который должен быть запланирован, он мне звонит и говорит, ну что, ETF-нем Италию, ETF-нем Турцию. И это означает, что мы с помощью одного инструмента быстро берем весь рынок, не тратя время на анализ конкретной компании, и у него получается максимальная диверсификация, очень дешево, мгновенно, ликвидно и очень круто. Поэтому, если вы хотите иметь доступность, скажем так, по всему миру, инвестировать любые активы, которые только можно, выбирайте ETF. ETF-ы могут быть, когда меня спрашивают, какие могут быть риски, какие могут быть стратегии, ETF-ы могут быть на облигации, и тогда, если это облигация максимально надежных компаний и стран, это у нас может быть доходность, ну там, 4-5 годовых с минимальным риском, в валюте, естественно. Если мы говорим про акции, это могут быть ETF-ы на акции определенных стран, ETF-ы на драгоценные металлы, ETF-ы на недвижимость, ETF-ы даже на бизнес, ETF-ы на вино, ETF-ы на искусство, ETF-ы на, ну, практически на все, даже ETF-ы на волатильность бывают. Поэтому с помощью ETF-ов вы можете взять любые активы, которые вам только захочется, в соответствии с вашей стратегией, вашей склонностью к риску. Это будет максимально ликвидно, это будет дешево, это будет диверсифицировано, это будет реально классно. Один из моих любимых инструментов. Ну а если вы хотите, чтобы я рассмотрела какие-то особенные стратегии или особое направление ETF-ов, напишите мне об этом в комментарии, естественно, поставив лайк, share этого видео, и я буду очень рада подготовить вам видео именно на эту тему.